Наверное мне надо объяснить, что здесь происходит, да? Давайте сразу, за одну минуту, быстренько Короче, ничего не предвещало беды Мы просто узнали то, что игровые яйца и лаванда сгорели И естественно то, что мы с бабулей не могли оставить наших кентов И решили им помочь Пришли вот в эту часть жопосливки И как-то забрели вот в этот дом И оказалось то, что здесь живет Танечка и тренер А потом каким-то чудесным образом сюда пришла вот эта чекса из лаванды И вот этот чувак из игровых яиц Наверное начали разбираться с тренером Потому что они же там как-то между собой в рамсах Мы закрылись в туалете Они нас увидели, пришли сюда, спалили Вот сейчас стоят вот здесь перед нами И рассказали нам вот эту всю ситуацию То, что у них сейчас в кармане Покажи, покажи, кейсик покажи Кейсик С одним миллионом И короче они сами украли деньги у этой танечки Танечка украла деньги у Геннадия Петровича Короче никто никому сейчас не хочет возвращать Запутанная история Я как бы даже не спорю И что нам теперь делать Если не отдадим кейс сейчас Нас Геннадий Петрович убьет Ну так да, вот, что я вам предлагаю Вы идете с этим кейсом Отдаете его Геннадию Петровичу Он сваливает с ним Я потом его подкараулю Кокну Соберу этот кейс И деньги будут моими Ну в смысле нашими Поделимся Нам 60% с бабули Вам 40% Как вам такая идея По другому вы никак отсюда не сможете выкрутиться Геннадий Петрович вас точно не отпустит А вы должны быть чистыми перед Геннадием Петровичем В смысле 60 на 40 Мы бабки нашли А вы их украдете Все честно Давайте 50 на 50 Ну Ладно, что ломаться Давайте 50 на 50 Там миллион, прикинь Они украли миллион И дрить меня в радикулит Во-во Это же сколько капусты Я-то как бы профессиональный вор, да Но я в жизни столько бабок не воровал Как вот эти лохопедины своровали Как вы умудрились за один день лям своровать Ага, вот я не знаю Все, давайте, зитя Давайте, только нас не полите, что мы здесь Лям, бабуль Если сейчас все пойдет по плану Они отдадут эти бабки Мы потом их сможем украсть И поделить Это каждому по 500 тысяч Это каждому по полляма На Бали поедем или в Турцию На Мальдивы Какие Бали? На Мальдивы сразу же, бабуль И домик себе там маленький Выкупим примерно на пару месяцев И заживем Сейчас, подожди, я посмотрю, что у них там происходит Тихо, 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 тихо Ты куда выбежал, а то ремонт Он сейчас спалит же тебя Забыкай внутрь Это я незаметный, неприметный В свадебном платье и в балаклаве стою Они врут! Это всё ложь! Чё опять эта Танечка там кричит, а? Давай сюда, быстро! Босс, я подожду в машине. Короче, они отдали им лямчик. Они отдали им кейс. Ну всё, Геннадий Петрович, мы пошли. Хорошо сработано, хорошо сработали, молодцы. Ну валите, валите! Ага. Давайте, давай, давай. Давай, в дитатор. Ну? Это тренер пробежал или мне показалось? Это тренер был? Что тут происходит? Кто стрелял, ты ёханый баба... Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Кто в кого... Милый, тебе не больно? Чё, тренера подстрелили? Сейчас, подожди, я выйду, они вроде ушли. Закрою дверь, иди сюда, иди сюда. Чё там? Чё там? Чё там? Чё там? Кто кого пострелил-то? Тренера убили? Убили? Тренера? 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 Чё, реально? Тусуйте здесь рядом, где-то, возле игровых яиц и лаванды. Всё, замётано, давай. Так. Сейчас главное как-то запудрить голову Геннадию Петровичу, как-то его вычислить, и как-то да у него бабки украсть. Лямчик. Своей красотой слепи. Ага, да, Геннадия Петрович, я точно смогу своей красотой ослепить. Если бы это был един... Обратно, бабуль? А, спалили уже? А, они же не знают, кто я, они же в этом Балаклаве. Ты точно не знакома с чёртом в Балаклаве? Здравствуйте, Геннадий Петрович, здравствуйте. Не, я вообще ни с кем не знакома в этом городе. У меня это вообще свадьба скоро. А вы-то думаете, почему я хожу в этом свадебном платье в Балаклаве и в ломе? С ломом. Свадьба. Как я зову? Я-то... Вот это... Пришла к своим друзьям, к этому, к тренеру. А там тренера убили. Ну, в смысле, подстрелили. Ну, вот, всё. Нам надо идти, милая. Да-да-да, бабуль, нам надо идти. Нам идти надо. Идите, мы за вами пойдём. Слава богу то, что он не знает, кто я такая. Ну, такой. В смысле, я же вот в этом. Платье он так с пор не выкупил. Давай за мной. Давай за мной. Их нельзя упускать из виду. У меня есть один день, чтобы украсть все бабки. Давай за мной. Я по виду. Запрыгивай, карга старая. Давай. Главное, не упустить их с виду. Они куда? Они направо. Да, поехали. Сам ты, карга старая. Да я шучу. Я ж любя. Слышь, бабуль. Это ещё нормально то, что мы твою Колымагу вроде тюнинговали, новые двигатели ей установили. Она едет в катафалк какой-то. Это нормально? Ага. Если для тебя 10 километров в час это нормально, то... Слушай, подожди. А куда они проехали? Геннадий Петрович со своей вот этой снежаной и с тёлочкой. Они же вот в этом доме живут. Ладно. Давай тогда продолжаем ехать за ними. Сейчас направо. Смотри, остановились походу. Машины свои посередине дороги бросили. А, так они... Ладно, давай здесь тогда припаркуемся. Ну, походу, обрадовались то, что миллиончик вернули. И, наверное, пришли отпраздновать. Давай мы где-то рядом с ними сядем. Типа мы тоже пришли отпраздновать. У меня же скоро свадьба. Деви, у меня девичник. У меня девичник. Офицер! Офицер. Ага. Угу. Садись, бабуль, садись. Ты смотри, сидит с этим своим кейсом. Даже с виду его не выпускает. Всем по 2 литра пива, Андрия. А, ну так я говорю, они праздновать пришли. По 2 литра пива, 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 Андрия. Жареную курочку. И картошечку пюре. Мы сегодня празднуем. Бабки вернули. Можем их на ремонт хаты потратить. Все хорошо, заказ принят. Официант! Официант! Подадите, пожалуйста. Ближе подадите мне, удобно так разговаривать. Хочу вам на ушко нашептать. Здорово, епты! Короче, мне, пожалуйста, тоже давайте, чтобы подать пить то, что мы тоже как бы выпивали. Безалкогольное пиво мне, пожалуйста, бабульке примерно литра в 6. Потом 2 лобстера давайте, жареную курочку. А, хотя нет, давайте сразу пиццу. Давно пиццу не кушал, вот. И бабульке что-то принесите. Главное, безалкогольный пивандрий. А мне там колбаску и хлебушек. Вот, бабульке колбаску и хлебушек. Все, давайте. Только давайте быстро. Короче, план. Вообще нет никакого плана. Но я не должен выпускать с виду Геннадия Петровича вот эту чексу и вот этого их охранника. Он сидит до сих пор со своим кейсом. В кейсе, не забывай, пожалуйста, ни на секунду. Ля! Миллион рублей! С этим миллионом рублей почти всю жизнь можно жить. Ваш заказ. Слушай, а может мы подождем, пока они набухаются? По 2 литра пива каждому? А мы-то пить не будем? Ага, картошечка. Ага. Курочка. Ага. Неплохо. Официально! А наш заказ! Давайте нам заказ уже, пожалуйста. Пивандрий безалкогольный, пожалуйста. То, что мы просили. Ага. Давайте, ага, давайте. Ага, спасибо. Опа, вот так. Бабульке хлебушек. И мне пиццу, пожалуйста, пиццу. Поставьте на стол. На стол, а не на землю. Ладно, все, спасибо. Поставьте уже куда-то. Во! Спасибо! Спасибо, официантик, спасибо. Сейчас остается только ждать. Зависит от того, сколько им времени понадобится, чтобы набухаться. Эй, бабуль! Четимся за твое здоровье! Сегодня будет у нас важный денек. Ха-ха! Владимирский Централ Ветер Северный! Этапом не ствери зла немерено! А-а-а! Ага, там дальше, я не знаю, какой текст. Ой, пьяницы. Да, бабуль, накидались они, конечно, жестко. Ну, слушай, сейчас ждем, пока они домой вот это свалят. Если они, конечно, свалят домой на пьяную бошку, вообще смогут машину водить. Опа! Че-то намечается. А за счет они не забыли, случайно, заплатить? А, походу, забыли все же за счет заплатить. Или не забыли? Они за счет даже не заплатили! Куда они поехали? Криминал, да и только. Да и не говори, не говори, бабуль. У-у-у-у-у. Походу, это надолго. Мне кажется, они домой сегодня в живых не доедут. Э-э, вы забыли расплатиться! Ну так, вот и я о чем же говорю, я о чем же говорю. Забыл расплатиться все же Геннадий Петрович и вот этот охранник его. Он че, ему пять кусков выкинул? Он ему пять кусков выкинул? Это вам на чай. Нефигасе, да там килограмм чая. можно купить нифига себе это моя месячная зарплата да бабуль мне бы тоже такой чайчик надо спасать ситуацию бабуль так что делать что делать что делать а счет так мы с ними они за нас же заплатили мы в одной компании и чё думали то что геннадий петрович вылезите с машины пожалуйста вылезите с машины вылезите пистолет не обязательно милок поаккуратнее он же выпил теперь он более опасный геннадий петрович мы тут тоже немножко выпили там накидались немножко меньше чем мы мы видим то что вам вам плохо и вряд ли вы домой то едете в живых да вы видели то что вы уже три столба сбили по дороге а давайте мы вас подвезем чё у меня сегодня девичник домой под брошу домой заваритесь спать да и все нам не сложно а вам намного проще жить так о давайте тогда у нас комсомольская улица 14 подъезд подвезитесь нетрудно мы вам как такси заплатил за нами давайте 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 только у нас четырехместная драндулетка поэтому пускай ваш охранник пешочком пройдется садись бабуль давай давай чик закрашенная куропатка это все догоняй комсомольская до улица а я знаю где вы живете хорошо просто в городе ориентирует ой слушайте как хорошо то что нас судьба с вами свела как хорошо вы себе даже не представляете вот я не знаю вот у меня сегодня девичник мы с моей подругой лучшей празднуем я скоро замуж выхожу и слушайте даже если для меня сейчас подписчики смотрят думаю то что я дурак дурацкий нет просто подписчикам надо посмотреть предыдущую серию чтобы они понимали почему я прямо сейчас в костюме невесты и почему я разговариваю таким голосом вот тыкни к ты пожалуйста тыкни чтобы все понимать так слушать ну комсомольская улица 14 это вроде здесь мы думали это ваша мама сошли подружка моя лучшая подружка всю жизнь знакомы вот мы вроде приехали а я немножко болею у меня иногда временами голос меняется то уже был я не могу таким голосом разговаривать ну все спасибо что повезли мы домой слушайте так подождите оооо вряд ли муженек то ваш чуть сознание не потерял слушайте геннадий петрович задавайте там это мы вас проводим мы тоже вот в этом доме живем а вы тоже это получается мы с вами соседи да 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 мы на пятом этаже живем там какая-то там какая квартира 70 там какая-то я не помню а мы тоже у этого суши то вот какое совпадение да вы живете в одном доме ооо соседи ехали бабай все давайте держитесь держите ручку ручку дайте давайте потопали пошли бабули же вот эту куропатку вот эту снежану неси я геннадий петрович геннадий петрович вы не спешите сейчас еще упадете на лестнице давайте давайте за мной потихонечку заворачивайте заворачивайте сейчас налево давайте 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 не падать не падать налево. Сейчас мы вас доведём. Ой, слушайте, Геннадий Петрович, а вы кейс случайно свой не потеряли? Я видел у вас какой-то там кейсик модный. А, всё хорошо, всё на месте. Ну, это самое главное. Главнее, чем жизнь ваша. Ага, давайте. Да, да, Геннадий Петрович, ну, скоро в кровать завалитесь. Ещё один этаж остался. Я-то уже был в этом доме, когда грабил Геннадия Петровича. В серии так 20 назад. Всё, это вот... О, так это ваша квартира, 125-я? Слушайте! А вот наша квартира. Мы живём вот в 74-й. Я же горилла какая-то 74-я. О, братва соседская! Мы очень прям рядом живём. Так, давайте заходите, заходите. Мы вас сейчас уложим с падки. Да давай, Геннадий Петрович, ну хватит хулиганить. Заходите в свой же дом. Чё вы звоните в свой же дом через звонок? Так, насколько я помню, ну, в смысле, насколько по логике спальня где-то у вас здесь, да, находится? А, ну так вот, давайте, проходите. Дойди ты уже в спальню, алкоголик. Так, давайте, ложитесь, ложитесь, Геннадий Петрович. Вот, даже не раздевайтесь, просто так берите и ложитесь. Поместились, голубки наши? Ну, хорошо. Слушайте, Геннадий Петрович, вам, ну, вы, вы сейчас своей жёнушке кейсом бошку эту пробьёте. Ну, давайте вы хотя бы спать с кейсом не будете. Давайте кейсик я поставлю на стол. Ага, ой, как, всё так просто оказывается. Ага, кейс. Так, подождите, подождите. Спят усталые игрушки, тихо спят. Идите вы в сраку. А-а-а! А, да, я-я-я вставлю, я вставлю кейс. Я ж, я ж говорил, вы куда? Да... Да дверь закрыть. Вы ж дверь закрыли, закрыли закрыть. Забыли закрыть на замок. Ложитесь возле нас. Вместе отрезвеем. Мы ручки сполоснуть, то ручки грязные. Придем и уснем. Хорошо, мы вот тут на полу ляжем возле вас. Все, спите, спите, засыпайте. Давайте, давайте. Ага. Сладких снов. Лохопуды. А сейчас, бабулечка наша дорогая, тихонечко дверями не стукать. Никого не разбудить. На Мальдивы едем. Ой, слушай, так у них здесь... Подожди. Если мы уже у них дома находимся, а они собираются дома ремонт делать, почему бы не украсть два телевизора, да? Пошли, бабуль, пошли. Аааа... Мы тут... А мы... А мы тут... Ик. А так он же тоже бухает в хламину. Мне интересно, как он вообще домой-то добрал. Он же за нами бежал. Ну, походу, бежал, устал. Бабуль, не споткнись от его ласты. Давай, проходи, проходи. Аккуратно, аккуратно, не ударь. Дверь закрой. Ага. Сейчас. Держи пивандри. Безалкогольный. Ого, молодец. Пошли, 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 пошли. Лямчик в кармане. Пятьсот тысяч надо дать лаванде и игровым яйцам. Бабуль, а у тебя купальник есть? Давай, собирайся. Завтра мы на Мальдивах уже будем. Встречаемся с ними. Отдаём бабки. Покупаем билеты. И сваливаем. У нас времени нет. Надо чекать с этой жопосливки как можно скорее. Пошли. Здравствуйте. А я вас забыла на свой девичник пригласить. Будете свидетельницами на моей свадьбе? Не? Да? Ну вот и хорошо. Мы в дерьме. Ой-ой. Мы в дерьме. Мы в дерьме. we się что-то неожиданите.